В этой связи серьезно возрастает роль многосторонней дипломатии. Открытость, транспарентность и предсказуемость политики безальтернативны. А применение силы должно быть действительно исключительной мерой, так же, как и применение смертной казни в правовых системах некоторых государств. Сегодня же мы, наоборот, наблюдаем ситуацию, когда страны, в которых применение смертной казни запрещено даже в отношении убийц и других преступников, опасных преступников. Несмотря на это, такие страны легко идут на участие в военных операциях, которые трудно назвать легитимными. А ведь в этих конфликтах гибнут люди, сотни, тысячи мирных людей. Но в то же время возникает вопрос, разве мы должны безучастно и безвольно взирать на различные внутренние конфликты в отдельных странах, на действия авторитарных режимов, тиранов, на распространение оружия массового уничтожения. Именно, по сути, это и лежало в основе вопроса, который был задан федеральному канцлеру, нашим уважаемым коллегой, господином Либерманом. Я правильно понял ваш вопрос? И, конечно, это вопрос серьёзный. Можем ли мы безучастно смотреть на то, что происходит? Я попробую ответить на ваш вопрос тоже. Конечно, мы не должны смотреть безучастно. Конечно, нет. Но есть ли у нас средства, чтобы противостоять этим угрозам? Конечно, есть. Достаточно вспомнить недавнюю историю. Ведь произошёл же мирный переход к демократии в нашей стране. Ведь состоялась же мирная трансформация советского режима. Мирная трансформация. И какого режима? С каким количеством оружия, в том числе ядерного оружия? Почему же сейчас при каждом удобном случае нужно бомбить и стрелять? Неужели в условиях отсутствия угрозы взаимного уничтожения нам не хватает политической культуры, уважения к ценностям демократии и к праву? Убеждён. Единственным механизмом принятия решений по использованию военной силы, как последнего довода, может быть только устав ООН. И в этой связи я или не понял то, что было сказано совсем недавно нашим коллегой, министром обороны Италии, либо он выразился неточно. Я, во всяком случае, услышал, что легитимным применение силы может считаться только в том случае, если решение принято в НАТО, или в Евросоюзе, или в ООН. Если он действительно так считает, то у нас с ним разные точки зрения. Или я ослышался. Легитимным можно считать применение силы только если решение принято на основе и в рамках ООН. И не надо подменять Организацию Объединённых Наций ни НАТО, ни Евросоюзом. И когда ООН будет реально объединять силы международного сообщества, которые действительно могут реагировать на события в отдельных странах. Когда мы избавимся от пренебрежения международным правом. То ситуация может измениться. В противном случае ситуация будет заходить лишь в тупик и умножать количество тяжёлых ошибок. При этом, конечно, нужно добиваться того, чтобы международное право имело универсальный характер и в понимании, и в применении норм. И нельзя забывать, что демократический образ действий в политике обязательно предполагает дискуссию и кропотливую выработку решений. Продолжение следует... Продолжение следует...